Взаимодействие энергии, науки и технологий. Именно эту идею хотел выразить в своем арт-объекте московский художник Миша Мост. Это не первый его проект в Самаре. Чтобы разрисовать целую подстанцию, художник использовал более 60 цветов и 30 флаконов краски. Также в работе он внедрил два шрифта в виде знаков энергии и электричества. Как говорит сам Миша Мост, это его реверанс авангарду начала 20 века. Я надеюсь, что эта работа положит начало облагораживанию близлежащего участка, включая сквер. И я надеюсь, что люди сюда будут приходить чаще. Просто это первая работа, которая здесь появилась. Очень часто, когда появляется какая-то художественная работа, там паблик арт, так назовем это, в общественном пространстве, вокруг нее начинает меняться атмосфера. И если вы там гараж ржавый вдруг покрасите в розовый цвет, у него там вокруг все может поменяться вообще. И люди перестанут мусор выкидывать, может. Вот. Ну, то есть, это все про культурную среду. Подстанция, ставшая полотном для мурала, так называется большой граффити, находится недалеко от будущей Самарской Третьяковки. Ее планируют открыть в пока пустующем здании фабрики кухни, завода имени Масленникова. В своей работе Миша Мост вдохновлялся стилем этого объекта, советским конструктивизмом. Галерею обещают открыть в конце 21-го года. Директор самарского филиала Михаил Савченко говорит, в жизнь музея будут вовлечены художники не только Самары, но и других городов. В конце этого года у галереи появится концепция и станет ясно, как она будет работать и какие проекты стоит ожидать. Эта территория тоже изменится. И вот этот забор, который здесь сейчас есть, он будет прозрачный. И мы будем оттуда, с территории фабрики, видеть прекрасный сквер и благоустроенную площадку с объектами современного искусства. Здесь и жители ближайших домов, которые тут появляются в большом количестве, смогут здесь проводить время. Начало уже положено. Идея сделать из подстанции арт-объект пришла руководству сетевой компании, которая будет снабжать электричеством будущую галерею. Спасибо Третьяковской галерее за то, что они, так скажем, откликнулись на нашу инициативу, за то, что подобрали художника. И производят курирование росписи этого объекта. Сквер планируют сделать, поэтому будет некий строительный арт-объект какой-то. Готовы в нем поучаствовать, если администрация города, так скажем, поддержит. Замечательно, что к нам приезжают художники из других городов, которые позволяют обыграть эти вещи. И многие обыденные объекты, обыденные трансформаторные подстанции могут стать предметами искусства. Как любой, наверное, руководитель органов местного самоуправления, я очень хочу, чтобы у нас таких объектов становилось больше. Нас на это ориентируют и нацпроекты, формирование комфортной городской среды. В скором времени вместо зарослей здесь разобьют сквер и поставят арт-объекты, которые будут заряжать своих зрителей на новые идеи. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.